Сегодня у нас уникальный выпуск. Прямо сейчас мы разберем самую крупную и в то же время самую провальную пропагандистскую акцию в российской истории. Путинский шабаш, посвященный годовщине с начала полномасштабной войны. И не Мариуполя. Во время освобождения Мариуполя. Но прежде всего я прошу вас поставить лайк этому видео и написать комментарий, чтобы пропаганда поперхнулась уже на старте. У нас вообще существует выпускающая служба или нет? Куча людей, которые сидят в аппаратной. Ну реально саботаж. Просто реально. А также, если вы еще не успели подписаться на ютуб канал 24 и на меня в социальных сетях, обязательно сделайте это. И кстати, советую поставить колокольчик под этим видео, чтобы не пропустить следующие выпуски разбора помета. Итак, на этой неделе наступил 365-й день трехдневной спецоперации «Бросок Мангуста». Воевать целый год с государством, которое по территории меньше тебя в 28 раз, это в принципе исторический провал. Тем более позорным является тот факт, что так называемая «великая держава» в ходе этой войны унизительно проигрывает. В качестве шага доброй воли вооруженные силы Российской Федерации завершили выполнение поставленных задач. В ходе этой операции проведен ряд отвлекающих и демонстрационных мероприятий. Но какими же тупыми надо быть, чтобы по этому поводу устроить всенародный праздник? В центре Москвы на протяжении двух часов пропагандисты с настойчивостью насекомых напоминали россиянам, что они уже целый год воюют и гибнут вообще неизвестно за что. И что так будет происходить ровно до момента, пока последний вооруженный россиянин не поляжет на украинской земле под гусеницами 60-тонного танка «Абрамс». Ну и конечно, обойтись без позорных курьезов на празднике государственного слабоумия они тоже не смогли. Давайте смотреть. И, внимание, всем внимание, в Лужниках идет сейчас митинг-концерт «Слава защитникам Отечества». Митинг-концерт – это когда кто-то не в состоянии собрать митинг в свою поддержку. И приходится создавать толпу при помощи музона. Впрочем, как известно, вся Россия именно на этом и построена. Митинг-концерт, выборы-концерт, война-концерт, вереница-гробов-концерт. У-у-у! Мужиков в России скоро не останется! У-у-у! Забирай, пожалуйста, что тебе необходимо. Концерт открывает постаревший лет на 40 путинский лакей Машков с картонками в руках. Ну, вместо санкционных планшетов, которые от Лукавого. Старый пропагандист выперся на сцену, чтобы разогреть народ стишками из интернета. Что тебе необходимо? Забык, стремиться неуклонно. Судя по качеству звука, микрофоны на этом мероприятии тоже российского производства. Пока Машков давит из себя патриотическую слезу, сзади к нему подкрадываются ряженые. И сознавать, что все, увы, не ново. Что род людской враждой напитан снова. 40-летние аниматоры, вышедшие на сцену, играют роль так называемых защитников отечества разных эпох. Более известных, как российские оккупанты. Машков без лишних церемоний сходу объявляет собравшимся рабам и рабыням, что война – это абсолютно нормальное состояние для их родины. Каждое столетие с незапамятных времен начинается для нашей страны с войны с коллективным Западом. Я напомню, это только первая минута концерта. Что же будет дальше? В начале 21 века мы опять противостоим Западу, защищая русский народ. На всякий случай в ряды защитников отечества подсунули какого-то студента в костюме ОМОНовца. Логично, ведь такое отечество нужно защищать и от его собственного населения. И опять настойчиво напоминаем миру – не воюйте с русскими. Не воюйте с русскими. Ведь так вы победите русских. Ни бурных аплодисментов, ни даже полных трибун мы с вами пока не наблюдаем. И это при том, что на данное позорище силой массово сгоняли бюджетников, студентов и просто нищих, которые согласились прийти туда за 500 рублей. За этот год мы вновь осознали, что в России лишь два настоящих союзника. Иран и Зимбабве. Ладно, шучу, конечно. Мы все знаем, что он сейчас скажет. Армия и флот. Да вот только ошибочка вышла. У России в таком случае от союзников осталось 1,25. 0,5 от армии и 0,75 от флота. Вот что с них, блядь, поставалось, блядь. Ё-моё. Мамуль, мамулечка, давай, надо сваливать отсюда. Сегодня мы вам расскажем и покажем героям специальной военной операции. Они будут лежать на беговой дорожке стадиона Лужники. Если узнаете своего, сможете забрать домой. А взамен получите шубу. Старший лейтенант Сергей Ломов, участник ополчения с 2014 года. Неужели живого оккупанта вытащили с фронта? Этот год был очень тяжелый для нас. Ну, конечно. Хромого вытащить из больницы им не жалко. На фронте от него все равно толку мало. Вот как только сможет с палочкой ходить, вот тогда мигом обратно в окопы под бахмут. А пока отрабатывай паек на сцене, тунеядец. Начал хорошо. Не разменивайся на детали, говори главное. За этот год я хотел сказать, что каждый из нас обрел семью не только по родственному крови, а обрел семью с названием Россия. Да, спектакль, конечно, не задался с самого начала. А ведь мы с вами говорили, что это плохая идея. Спасибо. Григорий Лепс, как никто другой, знает, что для выздоровления раненых нужны не только врачи, но и медицинский спирт. Всем добрый день, ребят. Не только врачи, но и артисты, которые своих не бросают. Что именно не в состоянии бросить Григорий Лепс, вам хорошо известно. Более того, его главный хит про рюмку водки на столе давно стал неофициальным гимном Российской Федерации. Но вот на концерте в Лужниках почему-то решили обойтись без этого шлягера. Вместо него народный герой исполнял более скромную песню про Россию-мать. Причем происходило это почему-то на фоне огромного портрета Ахмата Кадырова. Видимо, режиссеры концерта готовили его в том же состоянии, что и Лепс, когда поет про Родину. Дальше российские маньяки превосходят сами себя. Они выволакивают на сцену мать так называемой депутатки из террористической группировки ДНР, убитой 6 декабря в результате обстрела со стороны российских войск. Анализ снимков подтвердил, что в тот день российские войска по своей старой традиции ударили по оккупированному Донецку из градов, чтобы обвинить в этом ВСУ. Снаряды прилетели с востока Донецкой области. Но московских пропагандистов это разоблачение не смущает, и они принимают решение все-таки потанцевать на костях одурманенной и убитой ими сепаратистки. Спасибо вам за дочь, спасибо вам за то, что воспитали настоящего патриота нашей страны. Ну действительно, не пропадать же такой смерти почем зря, решили пропагандисты. В их мире смерть это валюта, причем чем выше положение погибшего или погибшей, тем пестрее эту смерть можно приукрасить, и тем дороже можно это продавать массам. Доходилось в эпицентре людских бед, вывозило, согревало, утешало. Хотя бурного восторга ни эта история, ни слезливые рассказы со сцены замазанных по локоть в крови вооруженных оккупантов у публики не вызывали. Звуки ликования трибун были явно скачаны из интернета и включались в якобы самые подходящие моменты. Но просто посмотрите, насколько эти звуки расходятся с изображением зявно равнодушной толпы. След отправилась его дочь и стоит на страже. Это семейное, мы все обязаны, спасибо. В зоне проведения. Максимум, на что хватило патриотов России, это равнодушно помахать первые 15 минут праздника розданными триколорами. Почему же никто не прыгал от счастья отмечать годовщину священной войны? Ну, во-первых, все-таки 500 рублей это не полторы тысячи, как в прошлом году. А во-вторых, нынешняя российская пропаганда это, безусловно, не только преступление против человечности, но и абсолютное трэш-шапито.